На передовой уже нет хлеба и воды в некоторых подразделениях ВСУ, а комбаты приобретают новые автомобили. Звезды шоу-бизнеса, пиарящиеся типа на передовой и присваивающие себе деньги. Все это в откровениях украинских активистов. Попытка контрнаступления украинской армии под Лисичанском. Турецкие СМИ обеспокоены, что кое-что с Украины может сбивать теперь турецкие самолеты и подбивать турецкие танки. Ну а также интересное мнение и цифры американского бывшего сенатора о конфликте в Украине. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 23 июня 11.00. И начну я с сообщений свода генштаба ВСУ, где отмечаются наступательные действия российской армии по известным уже направлениям. То есть направление на Славянск и перевязание трассы на Лисичанск. И тем временем поступает ряд сообщений, что была попытка контратаки, но она закончилась для ВСУ плачевно. А тем временем поступает интересная информация от различных украинских активистов, которые занимаются гуманитаркой, в частности в подразделении ВСУ, в том числе на передовую. Соответствующее видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. Вы весьма будете озадачены. Ну а здесь вкратце просто упомяну, что ситуация очень ужасающая на некоторых направлениях. Даже не хватает хлеба и воды на передовой. А тем временем комбаты меняют автомобили один за другим. Некоторые политики в Фейсбуке перешли в контрнаступление или в наступление даже уже в Херсоне, даже рассказали, что они уже находятся. Но по факту, конечно же, журналисты украинские высмеяли это все. А такая типа шоу-звезда, наверняка которого вы типа слышали или знаете, Притула, Сергей Притула, который был замечен в ряде соросовских проектах. А также в различных скандалах по разжиганию в Украине. Оказывается, пиарится, там где-то с краю снялся, да, и собирает деньги. Конечно же, собирает деньги. И, как утверждают активисты, ну, сами знаете, куда их тратят. Недаром же в последнее время уже, я уже не раз это упоминал в роликах, и украинские журналисты тоже упоминали о том, что сколько было куплено Бентли за последнее время. Продолжается сдача в плен на разных направлениях. В основном, опять же, когда происходят беседы, большинству были повара и водители. Ну, а когда министр иностранных дел, типа министр иностранных дел Украины, Кулеба, говорил о том, что граждане Украины готовы сражаться даже лопатами, если не предоставят вооружение, ну, наверное, где-то даже оказалось правдой, потому что тоже вы можете найти много видео сейчас в сети, о том, как бросают фактически с автоматами, без вооружений и без снаряжения. А тем временем турецкие СМИ обеспокоились, и некоторые турецкие политики, что часть вооружения, которая поставлялась в Украину, может оказаться, или уже оказалась, в соответствующих точках, где могут поражаться уже турецкие самолеты и турецкие танки. Соответствующую статью с источниками, с турецкими, можно посмотреть на моем телеграм-канале. Такая себе благодарочка за Байрактары, и опять же упоминаются эти самые вездесущие некоторые комбаты, у которых оказалось вооружение, и они решили с ним поступить как-то по-другому. Ведь украинским бойцам, как утверждает Уджикулеба, хватит и одних лопат. Тем более тех, кто сдаются в плен, говорят, что они то ли были строителями, то ли поварами, то ли автолюбителями. Ну а вот бывший американский сенатор интересную статистику привел, как на мой взгляд, что оказывается, потери в Украине ежедневные чуть ли не в 12 раз больше, чем теряли США во Вьетнаме. И поэтому его прогноз, что Украина уже проигрывает. Что, конечно же, будет опровергать Арестович и Зеленский. И якобы они готовят какое-то очередное наступление. Через 3-4 недели, как традиционно говорит на протяжении уже нескольких месяцев Арестович. На этом, друзья, у меня пока все. Подписываемся на Тринерам канал. Дальше будет.